Вот так выглядит скучный и неудобный рабочий стол. А вот так выглядит рабочий стол настоящего геймера. На моем канале вы найдете ролики, где я рассказываю о том, как оптимизировать свой ПК для игр и повысить FPS. И недавно мне пришла идея, было бы круто сделать свой ПК не только оптимизированным, но красивым и удобным. И сегодня я вам расскажу и покажу, как можно настроить свой рабочий стол для игр и сделать Windows более игровым. Поехали! Для начала вам нужно перейти в описание этого ролика и скачать архив, где находятся все нужные материалы. После чего скачиваем программу RyanMeter, чтобы мы смогли установить виджеты на рабочий стол. Переходим на сайт и скачиваем программу, если что она бесплатная. Далее устанавливаем эту программу. И после установки у нас запустится RyanMeter и нам нужно удалить все виджеты, которые у нас появились, так как они нам будут не нужны. Перед установкой виджетов на рабочий стол, мы нажимаем правой кнопкой мыши и скрываем значки рабочего стола. Далее заходим в параметры панели задач и в разделе поведения ставим галочку автоматически скрывать панель задач. Теперь переходим в папку, которую мы скачали и находим виджеты. И устанавливаем каждый виджет по очереди. Продолжение следует... Самое важное, что мы установили, это виджет с иконками игр или программ. Это очень удобно, то есть с помощью данного виджета можно запускать игры прямо с рабочего стола. Да, конечно, это можно делать и без них, но зачастую обычные иконки очень мешают. А тут они выглядят более органично и в игровом стиле. Плюс тут можно перемещать иконки, как тебе удобно, также менять их форму и цвет. И самое главное, можно установить иконку под любую игру и программу. Теперь нам нужно установить живые обои. Для этого нам потребуется скачать и установить программу wallpaper engine. Данную программу можете купить за 157 рублей. А если у вас этих денег нет, то ссылка в описании. Если что, я против пиратства. Заходим в папку, которую мы скачали в самом начале, находим живые обои. И для вас я нашел несколько живых обоев, чтобы вы выбрали для себя и установили на свой рабочий стол. Открываем программу wallpaper engine. Снизу нажимаем открыть обои, открыть офлайн обои и выбираем наши обои, которые мы скачали. Теперь нам нужно установить новый игровой курсор мыши. Заходим в нашу папку и выбираем курсор, который там есть. Я выбрал в стиле Overwatch. Чтобы установить новый курсор, ищем файл install, нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем установить. После чего заходим в параметры мыши, нажимаем дополнительные параметры, переходим в раздел указатели, выбираем курсор и нажимаем применить. Ну а теперь пришло время поменять шрифт нашей системы. То есть сделать его более игровым. На просторах интернета я нашел шрифт в стиле Genshin Impact. Кто не знает, это такая популярная аниме игра. Если что, я в нее не играю, просто понравился шрифт. Выбираем наш шрифт и давайте теперь его установим. Для того, чтобы установить наш шрифт, нам нужно скачать и установить программу, которая называется WinAero Tweaker. Ссылка также будет в описании. Открываем эту программу, находим раздел Advanced Apparent Settings, System Font и выбираем Use the following font, то есть использовать другой шрифт. Далее нажимаем Change System Font, выбираем шрифт, нажимаем ОК и перезагружаем наш компьютер. Ну а теперь смотрим на наш результат. Вот как выглядел наш рабочий стол до кастомизации, а теперь наш рабочий стол выглядит вот так. Ну а если вы хотите оптимизировать свою систему и убрать лаги в играх, то на моем канале есть несколько роликов на данную тему, которые вам помогут. Так что переходим и смотрим. Ну а с вами был Симон и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok